Хиганба на 29 эпизод. Я уже не буду ничего загадывать, как говорится. Просто давайте посчитаем. Весь класс продолжал безостановочно издеваться над ней. Время шло и вскоре прошло уже 10 дней. На неё постоянно нападали, оставляя болезненные раны. Её лицо вечно было в бинтах. Масаки догнала её, когда она устала. Шла домой и крикнула ей. Сакаки! Кешкава, в чём дело? Так, кто когда-то ненавидел издевательства и никогда не сомневался перед лицом их свержения. А сейчас выглядело очень жалко. Она каждый день выдерживала чудовищную травлю. Масаки легко мог себе представить, каким мрачным и ограниченным стал её мир. Все Юкари рассказали мне о том, что ты сделала. Масаки спросила у Сумера, что случилось, и она рассказала ему о том, как Юкари ради него захотела взять издевательство на себя. Я не допущу издевательство, притворяясь сильно, ответила Юкари с улыбкой на лице. Но так она стала выглядеть ещё жалостливее. Масаки внутри всажалась. Это я вовсю виноват. Меня занесло, я сделал много ещё ужасного. Да, всё было бы хорошо, если бы ты обошёлся небольшой мести. Но ты перестарался. Поэтому расплачиваться должен я, а не ты, Сакаке. Я же сказал, я ненавижу издевательства и терпеть не могу смотреть на то, как над тобой все издеваются. И что дальше? Ты так и будешь позволять издеваться над собой? Я не просто позволяю над собой издеваться. Я пытаюсь убедить всех, прекратить травлю. Но тебя никто не слушает, они просто игнорируют твои слова и продолжают издеваться. Похоже на то. Юкари уже почти призналась самой себе. Она не допустит издевательства, и у нее было желание выступить против, побороть их. Она по-прежнему крепко держалась за свои убеждения. Ну и Юкари начала признавать, может все же нет способа остановить происходящую с ней травлю. Знаешь, издевательства сильно напоминают Джокера в Старой Деве. Сначала издевались над тобой. Джокер издевательствовал тебе. Затем ты стал хулиганом и отдал Джокера тем ребятам. Легко сказать людям перестать. А когда они перестают, что же с тем, кто получает Джокер в следующем? Кому решать, кто должен терпеть жизнь и сплошных разочарований? Джокер всегда должен у кого-то быть. Естественно, никому он не нужен. Каждый человек имеет право жить счастливо. Но никто не хочет держать Джокера у себя. И ты тоже не хочешь, верно, Сакаке? Да, но кому мне его передать? Разве перекладывать Джокер на другого Джокера? Не то же самое, что издеваться над ним. Поэтому я не хочу отдавать его тебе. Я не допущу издевательств. Как только Джокер издевательств введен, как в Старой Деве люди могут разве что передавать его между собой. Когда у Юкари был тот Джокер, ее класс попал в аварию. Все не погибли, она смогла избавиться от него. Поэтому разве не значит, что для избавления от издевательств Старой Девы кто-то должен умереть? Не надо так думать. Че-то смертный способ разорвать цепь. Я все думал. Я пришла к выводу, что другого выхода нет. Самопожертвование. Козел отпущения. Черт. Почему именно Сакаке должна пожертвовать собой ради этой игры в Старую Деву? Если кому-нибудь жертвой, то какому-нибудь ничтожеству. Мне, например. Только не Сакаке. От трагической, но все же героической решимости Юкари на глазах Масаки навернулись слезы. Недавно я поняла. Как только Джокер издевательств ведет, ничего нельзя сделать. Либо это кэстафеты, и все передают ее между собой. Либо одному достаются все Джокеры, и все остальные счастливо живут в своей утопии. Других вариантов нет. С началом травли кто-то становится счастлив, а кто-то становится жертвой. Верно. Как только Джокер рождается, игра в Старую Деву будет бесконечно продолжаться до тех пор. Пока кто-то не станет жертвой. И цепь печали есть во всех классах, из года в год, во всей этой школе по всему миру. Как только Джокер рождается, ничего нельзя сделать. Сакаке. Может быть, издевательства все-таки нельзя побороть. Я могла совершить огромную ошибку. Она сказала слишком тихо. Видимо, даже последние убежища Юкари начали давать трещину. Убеждение. Тогда... Что? Если это как игра в Старую Деву. Нужно просто передать другому. Ты не обязана приносить себя в жертву. Сейчас над тобой явно издеваются. Так что ты сможешь найти. Найди волшебный чертополох. Азами, если вы меня слышите, покажите. Сдайте, Сакаке, волшебный чертополох. Усаки позвал ее. Тут же раздался смех, и появились сестры за Мису Мире. Юкари стал отличным объектом травли. Если она хочет, я дам ей. Сакаке, съешь волшебный чертополох. Так ты мгновенно превратишься в хулигана. От тобой больше никто не будет издеваться. Как интересно. Юкари, которая хвастала своей ненавистью к издевательствам, станет получать от них удовольствие. Интереснее быть не может. Это избавит меня от издевательств. Но так я сама стану издеваться. Ага. Съяв чертополох, моей сестры, ты пробудешься хулиганом. Тебя захлестнут амбиции и жестокость. Ты уже не сможешь стать прежней. Сакаке прекрасно знал об этом. Съяв чертополох, он на следующий же день превратился в другого человека. Даже если Юкари ненавидит издевательства больше, кого бы то ни было, это не спасет ее от полного изменения. Но все хорошо, над ней не должны издеваться и нужно съесть волшебный чертополох. Пожалуйста, я прошу вас, пусть Сакаке съест волшебный чертополох. И Сакаке, если тебе придется издеваться над кем-нибудь, то издевайся надо мной. Во всем виноват я. Все из-за того, что меня занесло. Передай свой Джокер мне. И шикава. Хм-хм-хм. Как мило. Тогда... Любовь, вот что я тебе дам. Узнаю, зависит строй. Любовь такое лицемерное слово. Ай-ай-ай-ай-ай. Ну что, Юкари, тебе нашу чертополох мщение. Пожалуйста, Сакаке, съешь чертополох. Не думай о том, что будет. Прошу тебя. Масаки умолял Юкари с устыкающим грудью с слезами. Свет в ее глазах был как омрачен постоянной травмой, что он понятия не имел, о чем она думает. Ты уже проиграла издевательством, и твое сердце раскрашилось. Не стесняйся, съешь чертополох моей сестры и переродись. Назару сорвала святущий чертополох с края дороги и пропитала его волшебной силой. А после подарила Юкари. Как она халяву. Пацан там рыскал. Держи, съешь этот цветок. Так над тобой больше не буду издеваться. Взамен тебя переполнит жестокость, и ты переродишься в голодного волка, вечно ищущего себе добычу. Дрожащие пальцы Юкари медленно потянулись в чертополоху. А в последнюю секунду здравый смысл взял вверх. Сакаки, пожалуйста, пожалуйста. Пальцы Юкари коснулись в чертополоху. Она взяла его. И положила в рот. Хм, неожиданно. Юкари не удержалась. Конечно, над ней безжалостно издевался весь класс. Она делала все возможное, но уже была на пределе. Разве она будет виновата в том, что станет хулиганом? Юкари не в чем не виновата. Кое-кто тоже не в чем не виноват. Да, ватаме. Завтра она станет совершенно другой. И это точно будет горькое зрелище. Но в то же время она имеет такое право. Добровольно забрав Жокера, она имеет право передать его кому захочет. Юкари проглотила чертополох. И его волшебная сила медленно разошлась по ее телу. И теперь Юкари-хулиган. С завтрашнего дня ты будешь ровожадным волком, жаждущим издевательств. Юшка, я бы советовала тебе быть поосторожнее и не приближаться к ней. Но если все же хочешь, то знай, что так ты по своей же воле станешь козлом отпущения. Только представь, Юкари ненавидящий издевательство, станет издеваться над тем, ради кого она пожертвовала собой. Что может быть зрелищнее? Чем ужаснее над человеком издевались, когда он съел чертополох, тем более чудовищным хулиганом он станет. Вот как действует эта магическая сила. Тогда, насколько же ужасным хулиганом станет Юкари. Но возьмется на себя. Как бы сильно она не изменилась, Масаки поклялся не разочаровываться в ней. И на следующий день. Юкари, как обычно, опаздывала. И Масаки пришел рано и нервно ждал ее прихода. Это интересно, кстати. А, мы вроде так и не выяснили какой-то год. Но все же это год до того, как дистанционка была возможна, в принципе. Иг-одноклассники рисовали на ее парте. Вот дураки. Сегодня они об этом пожалеют. Сакаки ненавидела издевательство больше всех, но сегодня она переродится. Ничего, Сакаки. Передай Джокер другому. А если ты случайно перегнешь палку, как я, я возьму все твои издевательства на себя. Ты уступишь свой Джокер, и в отличие от меня, тебя они возненавидят, если ты перестараешься. Ты освободишься от травли. Юкари пора бы уже прийти. Любопытно узнать, какой она станет. О, сестра! Юкари, Юкари, пришла! Только что вошла в школу. А как она? Она видит разница незаметна, но вокруг нее жуткая аура. Такая сильная. Масаки видел, как две сестры смеялись между собой. После того, как они обманули его и заставили съесть тот странный чертополох, он глубоко сожалел о том, что связался с ними. И тогда Юкари Сакаки вошла в класс. Она ничего не сказала, но ее зловещий взгляд приковал всех в место. Зловещая аура оказалась куда как страшнейшим, когда Масаки был хулиганом. Она выглядела мрачной. Напряженность ясно давала понять, что с ней лучше не разговаривать. А если она подойдет, то лучше отойти. Ну, а что мужик крупная дама? Типа, она мощная и высокая. Типа, она просто даже физически может устрашать. Да чего жесточенное поведение. Такое чувство, что она убьет, если встретиться с ней взглядом. Сакаки. Юкари повлилась к своему месту. Ее партия была накалякана серия мерзительных каракулей. Она какое-то время смотрела на них. Все в классе по-прежнему не двигались. Никто из них и пальцем не мог пошевелить. Потом медленно... Юкари схватила парту. Кто-то бил стулом, и кто-то будет бить партой. Сакаки. С грохотом ударом волны она ударила свою парту о пол. Но все равно никто и мускулом не пошевелил. Нет, вообще-то двое смеялись. Два Юкая. Поразительно, Юкари. Подумай только, что ты так сильно ненавидишь издевательство. Стало таким замечательным хулиганом. Великолепный Юкари. Ну, че, обручься в свою ненависть и пещаль, которую ты скапливала. Освободи себя от мучений. Медленно Юкари подошла к доске. Она обернулась и посмотрела на свет одноклассников, доставших потрясение. Какие пугающие глаза. Они покрашены ее несчастные жертвы. Давай, Юкари, над кем ты поиздеваешься в первую очередь. Любой сгодится. Выбирай. Если никто из них не будет, выгорожит твою фантазию. Всегда можно отомстить всем, кто издевался над тобой. Да, Юкари. Хе-хе-хе. Побороть издевательства невозможно. Именно. Пытаться нелепи никуда. Издевательства не должны рождаться. Их нельзя допускать. А если их все-таки допускают, начинается игра в старую деву, освободиться от которой можно лишь умерев. В самом начале, перед тем, как все это началось, люди, наверное, жили в утопии. Эй, почему самые первые люди нашли эту травлю? Без нее мы бы жили счастливо вечно. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну же, Юкари, покорись моей утопии, обруши на них свою злость. Принеси жертву, в то время, как все остальные танцуют вокруг тебя. Хе-хе-хе-хе-хе. Слепнула его и бросила взгляд на Азами и Сумере. Я не позволю вам продолжать. Мы в той утопии, которую я желала. Я нашла способ противостоять издевательствам. Хе-хе-хе-хе. Мощь ее слов поразила даже Юкаев. Как только цепочка издевательств создана, разорвать ее может быть слишком трудно. В таком случае остается лишь сделать так, чтобы никаких издевательств вовсе не было. Хе-хе. И как, по-твоему, это возможно? Я сделаю так, чтобы в этом классе никто никого не травил. Никогда, впредь, пока я жива. Кария снова резко пнул устава учителя. Она наступила на него, объявляя себя новым тираном класса. Я ненавижу травлю. Дурал Сикари прогромел по всему нему классу. Я ненавижу травлю. Я ненавижу хулиганов. Вам ясно? Она на метод выглядела класс. Когда достучала взглядом с остальными, они нерешительно гибали в знак согласия. Она пьет мою стол. Если вы хулиганы снова возьмете за старое, я вас убью. А если вы не хотите умереть, живите скромно. Я хулиган, пожирающий любых хулиганов. Я голодна. Мне очень хочется поиздеваться. Так что если кто-то хочет стать моей добычей, шаг вперед. И я безумная смерть и подшумков, промоставшийся в данном ударе на доску. Ну что, кому-нибудь еще хочется, надумаю, поиздеваться? Конечно, нет. Каждый, кто встречался с Викарем, всегда только успешно прятать головой. Тогда... Вам лучше же исчезнуть и скромно. Отвечайте. Она так ужасала, что и одноклассникам оставалось только ответить. Не шикава. Да? Я же сейчас представитель класса. Следи за тем, чтобы никто над кем не издевался. Конечно. И если что-то заметишь, сразу же говори мне. Я найду эту тварь, убью и приглашу ее. Ну хорошо. Слышали? Издеваться в этом классе теперь недопустимо. Так будет тем пор, пока мы все как и живы. Поняли? Отвечайте. Да. Ученики зашептались между собой о резком изменении Юкари. Но всякий раз, когда они встречались с ней взглядом, оставалось лишь от из них взгляд и вымучено улыбнуться. Такова была утопия, придуманная Юкари. Эх, какого? Что это все значит? Ой, привет. Хе-хе-хе-хе. Она тебе сделала, да, Сумере? Все, Юкари просто не считаем, томно они виделись. О, кого я вижу. И Ганбана, и Мария. Добро пожаловать на нашу охоту. Вообще-то я все время наблюдал, ожидая шансов забрать у тебя твою добычу. Ну, а кто бы мог подумать, что все закончится так. Хе-хе-хе. Юкари нашла способ избавиться от травли. Слишком сложно избавиться от издевательств после их возникновения. Поэтому единственный вариант создать мир, в котором издевательств в принципе не может быть. Юкари поняла, что свои тирании может разорвать Джокера. И что, объявив о своем лидерстве, она может предотвратить дальнейшую травму в классе. Разумеется, это непросто. Юкари нужно постоянно сохранять авторитет в классе. Каждый день, что практически невозможно. Хотя бы ненадолго перестав наушать другим страх, она не сможет надолго остановить издевательства. Юкари остается только положиться на ограниченную силу волшебного чертополоха. Его магия со временем иссякнет. Юкари не сможет удержать свою добрую навечно. Но так, кто больше всех на свете на их издевательства смогла создать виденную топию. Замечательно, Юкари вышло так, как я и ожидала. Вот как ты заговорила. Но все равно ты все та же неудачница и лицемерка. Кого ты назвала лицемеркой? Эээ, хочешь сразиться? У меня сегодня дайвку, так что я в отличном настроении. Может, устроим короткое сражение здесь и сейчас? Заткнитесь, Юкари! Собирайтесь драться, деритесь снаружи. Юкари ударил по доске, Юкари исчезли. Эээ, это Юкари слишком страшно. Она совсем не Юкари. Эээ. Я буду наблюдать за твоей ненавистью и издевательством. Так что, постарайся, Юкари. Когда к началу занятий приходил учитель, все... все никогда не были на своих местах. Однако, сегодня они сидели за партами, тихо перешептываясь. О, что, все сегодня так хорошо себя ведут, ну ладно. А теперь пусть кто-нибудь из вас поможет нам и ответит на утренние приветствия. Эээ, помощник! Скиду! Ахахаха. Саки потому что, ничего страшного, если Сакаки, когда мы будем такой... он отложил свою внутреннюю дискуссию, то он всегда ветеран и является Узболом. Но лишь на короткое время Сакаки смогут перенести премьерный мир в этот класс. Сакаки пришлось отдать должное ей искренне ненависть и критевательство. А то, что он изменился перед мальчиком, в общем, в полкона. Сакаки был в немец, и отчаясь, когда-то простил его. Девушка, это представитель класса. Никогда больше так не делай. А, да, просто Сакаки. Ай, ай, не пинай меня. Когда наступит новый семестр, будут выбирать нового представителя класса. Масаки помогала создать свой голос за Сакаки. Хм. Интересное завершение. Все же сама, в неком смысле, справилась, конечно, прибегнув к магии, но так или иначе. Большой, получше большая арка и очень неоднозначная арка. Понятно, что это одна из центральных арок... Всего произведения, да, потому что, ну, у нас, в принципе, тут так или иначе бы издевательство и тому подобное. И уже у нас была часть Сакаки первая, это продолжение ее, ну, тут более масштабные, глобальные, включая, но больше персонажей, что из Юкаев, что из людей. И, опять же, несколько кругов прошли. Для проверки, скажем так, теорий всяких. Ну, и под конец еще, да, насчет сеть тиранов еще задали вопрос. Ну, опять же, да, правление страхом и так далее. Иногда, как временная мера эффективна, но в долгосрочной перспективе губительна, обычная. Даже если не рассуждать о гуманизме, а только об эффективности. В принципе, здесь об этом уже, что даже, ну, типа, сила, чертополоха, не вечна, и она потом иссякнет. А без него поддерживать такой авторитет уже будет невозможно. Ну, в любом случае, по крайней мере, хватило воли сдержать в себе это. То есть, она не просто начала булить всех вокруг, а осталась здравым относительно умнее. Выполнила свою... Свою задачу, которую она себе заранее поставила. Ну, это уже вопрос оценки, Буско. Ну, типа, с одной стороны, да. Потому что, в принципе, они не делают ничего сверхъестественного. С другой стороны, мог ли бы человек, просто войдя в класс, вот настолько всех подавить? Особенно, человек, которого привыкли... Ну, то есть, на которого всем пох... Ну, типа, как бы, такое отношение представительное. Притом, она никак особо себя не показывала поначалу, просто моментально. В принципе, я не думаю, что это так важно. Опять же, Хиганбада никогда не была не магией, рак или не чайки. Тут, в этом смысле, не стесняются. Тебе есть ли какая? У них есть магические силы. В конце концов, все-таки... Ну, я, типа... Можно сказать, подпросил, конечно, этого Масаки. Хоть он все равно додик, да, у них есть начальный додик, не надо забывать. То есть, он, конечно, с одной стороны жертва, но с другой стороны, он все равно додик. То есть, он похуже той же Сакаки начальный даже. Хоть там тоже были спорные моменты, вопросы и так далее. Вот. Но, под конец он все же, да. Мне кажется, все искупил свою вину частично. Своими мыслями, там, и тому подобное. Даже действиями. Ну, вот. Прикольная очень система у этой... Блин, не помню, как сестру зовут. Сумерей и четвертый, короче. Да, так... Потому что они друг другу так дополняют. Понравилась идея сама. Ну, а Сумерей вообще, в принципе, один из самых запомнившихся мне Юкаев. Просто потому, что она такая, это... Забавная, что ли. Она, конечно, там, Разота знатная, но забавная. И все-таки, да. Хиганбана с Марией наблюдали за ситуацией. Опять же, Хиганбане, потому что самоубийца это... Это ее территория. Она ждала этого. А Мария просто смотрела, видимо... А, говорила, что хоть будет приглядываться Сумерей. В принципе, этим она и занималась. Ой, Сумерей, господи, что я сказал. За Сакаке. Вот, так что, да. История неоднозначная, довольно длинная, но все же интересная. Все же, я считаю, удалась. Что у меня были изначально... Ну, вопрос определен, да? Типа, не слишком ли долго, не... Точно ли это имеет смысл, там... И не повторялись ли мы опять по второму кругу? Ну, нет, типа... О, арки точно были свои идеи. А повторы нужно были для того, чтобы подтвердить теорию, что... Ну, насчет вот безвысходной ситуации и так далее. В рамках произведения, по крайней мере. Что ж, тогда, наверное, запись начинает не в смысл новую. Все же, дочитали мы в этот раз эту арку. Хотим сейчас, как следующее называется, просто для интереса. Прежде чем расцвел... А, окей. Допустим. То есть, это такая какая-то предыстория, возможно. Конец записи.